здравствуйте рада вас приветствовать на своем канале обо всем понемногу или немного обо всем меня зовут наталья девчонки с этим видео я еще раз хочу поучаствовать в таком флешмобе как лето в украшениях у меня уже есть одно видео посвященное это в этому флешмобу это мастер-класс по изготовлению броши стрекозы но я и еще раз решила снять видео потому что тема достаточно очень большая очень широкая и и мне кажется никогда не охватить я вам хочу сегодня показать мои броши это броши жуки бабочки мои ранние работы мастер-классов у меня по ним нет на канале но возможно когда-нибудь я сниму мастер-класс по изготовлению вот таких жучков ну что начинаем первый мужичок это вообще самый первый мужичок вот такого ультрамаринового синего цвета смотрите кабошон я полностью делала из ткани сначала это у меня запекаемая глина из запекаемой глины я сделал кабошон обтянула его вот такой тканью с эффектом рюлекса обшила я думаю здесь видно достаточно темный он получился и что-то у меня со светом не очень и имеет также две пары крылышков первые крылышки я делала из капрона обшивала и вторые крылышки уже из ткани вот такой замечательный жук получился я была очень рада когда его сделала это моя первая работа есть конечно недочеты о грехе достаточно тоненькая проволочка у меня здесь стоит но сам по себе жук у меня получился я тоже считаю что это брошь подходит к тематике лето украшение почему-то потому что все эти жучки бабочки на живут только летом следующая моя брошь это парные две броши вот такие розовые жужжи вышиты они у меня на розовом бархате здесь применено кружево а здесь у меня посмотрите какой замечательный стоит страз он весь переливается прям ну красиво очень красивый расскажу историю моих немножко таких жужж у меня очень часто бывает когда я начинаю делать одну работу и в конце работы я понимаю что как мастер я не удовлетворена то есть я не воплотила все что хотела и у меня следом идет всегда вторая брошь в такой же цветомой гамме немножко из таких же материалов и обычно после второй броши я уже успокаиваюсь и перехожу на другую расцветку так у меня было и в этот раз я сначала сделала вот такую брошь жук такой жучок у меня получился он имеет одну пару крыльев я вам показывала вот и почему-то у меня показался немножко таким ну вульгарным я хотела что то такое более сдержанное и соответственно следом у меня пошел сразу же другой жук тоже из бархата в принципе те же самые камушки ну вот как раз более такой сдержанный симпатичный добавила я здесь кружева и у меня на брюшке на спинке натуральный агат после вот этого девчонки жучка я была уже полностью удовлетворена работой но это у меня бывает так часто напишите у вас такое бывает когда вы не можете остановиться то есть не удовлетворены первая работа и следом идет вторая вот возможно поэтому я всегда делаю по несколько брошей одного формата дальше меня посмотрите такая бабочка бабочка царица ночи я ее назвала таких черно-желтых золотых оттенков достаточно тоже бабочка симпатичная получилось мне она тоже нравится вот такой аккуратный задник кстати это тоже мои первые броши то моя вообще из всех броши здесь представленных вот эта бабочка моя самая первая брошь которую я ушел трудилась я честно говоря над ней долго у меня много что не получалось не понимала как пришивать канитель у меня даже здесь еще стежки канители видно что ниточки прям видно ну вот такая она у меня получилось я ее никуда не деваю это как напоминание о моей работе то есть о моем начале вышивки бисера хотя бисером я занимаюсь достаточно давно очень много у меня декоративных понос плетенных из бисера вот такая бабочка у меня есть тоже имеет полностью прямое отношение к такому флешмобу как лето в украшении бабочки у нас живут только лето и вот такая у меня бабочка есть это не бабочка это мотыль вот такой достаточно симпатичный камера честно говоря у меня сегодня не очень хорошо работает капризничает видимо тоже от жары но не на камеру вот смотрится прямо очень очень красиво этот бирюзовый цвет большой страз зеленый такой глубокий насыщенный я бы сказала цвета зелени бриллиантовый как зеленка он прям но красиво смотрится не передать словами вот такой тоже у меня аккуратный задник получился это натуральная кожа очень мне понравилось работать с натуральной кожи но единственный момент все-таки когда работаешь с натуральной кожей такой достаточно тонкой край броши надо обшивать бисером 10 или 11 размера я свою лилию обшивала бисером по-моему 15 размера чешским с натуральной кожей делала это было достаточно такой трудоемкий процесс и я знаю что больше к этому не вернусь вот такая у меня еще есть замечательная брошка ну и конечно конечно это уже не ранняя моя работа это брошь клевер мастер-класс на этой броши есть мне очень понравилось делать клевер поэтому я еще раз решила ее показать клевер приносит удачу я решила использовать это в своем видео возможно он мне в будущем принесет удачи у меня увеличится количество подписчиков на моем канале потому что мне реально все что я делаю мне нравится мне нравится заниматься ютюбом мне нравится делиться с людьми получать от них информации вообще мне нравится вот это общение рукодельниц которая в данный момент началось на ютюбе все люди на одной волне все друг друга понимает с полуслова и вот это доброжелательная настройка всем это очень очень ценно и поэтому я решила воспользоваться таким моментом еще раз показать брошь клевер еще девчонки может быть кто-то не знает вот почему четырехлистный клевер на удачу потому что есть такое поверье что один листочек в клевере обозначает надежду второй листочек в клевере обозначает веру третий листочек в клевере обозначает любовь а четвертый удачу вот и называется клевер на удачу все четыре составляющие в одном лебесточке то есть в одном цветочке смотрите но клевер мне я честно говоря тоже понравился с ним была та же самая история сделала сначала один листик клевера он не удовлетворил то есть я сама не удовлетворилась процессом вышивания поэтому пошел вот такой следующий достаточно симпатичный еще я вот тут всех у меня лежат девчонки посмотрите какие я купила красивые бусины. Это чешские бусины, стеклянные. Они сделаны в форме розочек. Вот у меня было 4 последних бусинки. Я взяла, жалею, что их было так мало, и они были только в таком цвете. Но это немножко отступление от темы. Ну и, наверное, все. Все, что я хотела вам показать. Вообще, тематика лета достаточно широкая, большая. Ей можно охватить любые броши. Мне кажется, все можно как-то как-то либо связать с летом даже, допустим, тоже банальную брошь сердца, да, вроде как бы это орган, еще что-то. Но ее тоже можно приурочить к фелешмобу лета с такой темой, что летом наше сердце бьется чаще. Ой, я сейчас наговорю всего. Ну, все, девчонки, я заканчиваю. Итак, ставьте лайки, либо дизлайки, если вам не понравилось мое видео. Также оставляйте комментарии, я буду рада вашим комментариям. Подписывайтесь на мой канал, у меня будет для вас очень много интересного. Ну, а вам я желаю творческих успехов, чтобы в вашей жизни были только интересные, счастливые моменты, чтобы горе, беды и печали обходились вас стороной. И еще я вам желаю поддержки ваших близких. Пока-пока, до встречи на моем канале. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!